В Голицыно Масленицу отмечали в парке Героев 1812 года. Прибрежная зона реки Веземки едва вместила всех желающих проводить зиму. Торговые ряды, горячие блины и развлечения помогли встретить весну в отличном настроении. Звенигород на этот раз впервые праздновал Масленицу в новом статусе, как часть единого городского округа. И местные жители с удовольствием отметили положительные перемены. Здорово, особенно соломенные дорожки. Мы первый раз сюда попали, да, но просто, мне кажется, лучше всего. Весело, весело, детям очень развлекают их, очень здорово. На Масленицу привели внука. И очень рады, что такой праздник и солнечный день. И всех поздравляем с весной, с Масленицей. Хорошего настроения всем. Красивая сцена, очень разные площадки для развлечения детей. Уже видим перемены. Надеемся, что они будут не показательными, а очень на долгое время и результативными для жителей Звенигорода. Масленица в Звенигороде уступала Захаровской только по масштабу. Во всем остальном здесь было не менее весело, сытно и увлекательно. Дорогие гости, коллеги, друзья, праздник Масленицы – это необыкновенный праздник. Поэтому это праздник добра, счастья, мира. Мы от всей души и администрация Одинцовского муниципального района, и наш глава Андрей Рокатович Иванов поздравляют вас с этим праздником. Сделать проводы зимы незабываемыми помогли артисты театрального центра «Жаворонки» под руководством Ольги Кобецкой. Возможно, именно в этот момент стало окончательно понятно, что Звенигород теперь не сам по себе. Он – часть большого и мощного городского округа, так же, как и Жаворонки, и Голицыно, и все остальные поселения. Всего в Звенигородских масленичных гуляниях приняло участие более 5000 человек. Зима окончательно ушла из Одинцовского района, уступив место весне.